Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне И, главное, тех событий, которые за ней последовали И для которых она явилась причиной Я имею в виду для России, конечно, революцию и гражданскую войну Выставка, с которой начался день памяти Великой войны В Доме Российского Исторического Общества Как раз освещала этот общий европейский конфликт В его историческом контексте И касалась вопроса, насколько подготовленной подошла наша страна к 1 августа 1914 года. Россия готовилась к отражению внешней агрессии, большие бюджетные средства направлялись на разработку новых видов вооружений и финансирование военно-промышленного комплекса того времени было достаточно существенным, чем превышала аналогичные цифры в Германии, в Австрии, в Венгрии. Важность изучения этих моментов, увеличение фактических знаний, статистики, обработка больших объемов архивных документов того времени позволяет максимально точно понять логику тех событий. Мы истории задаем свои новые вопросы, используем новые документы, новые источники. И возникает новая, во всяком случае, откорректированная картина того прошлого, которое мы 100 лет назад пережили. Наша страна в начале 20 века переживала эпоху необыкновенно мощных внутренних изменений. Политические преобразования, тесно переплетаясь с социальными и экономическими, кардинально меняли облик государства. Вот история российского парламентаризма, в общем-то, связана как раз с этими годами, с этим периодом, со Сталыпинскими реформами. Шло тяжело. Мы знаем о так называемом Пятиюльском перевороте, когда в 2007 году был изменен порядок избирательной системы. Но Сталыпин говорил в 2011 году, незадолго до смерти, говорил о том, что как ни плохи наши законодательные учреждения, как их ни ругают, но под их влиянием страна за пять лет изменилась в корне. И когда придет час, встретит врага сознательно. Вот как раз эта выставка показывает, с чем Россия встретила врага. Выставка наглядно показала, что страна подошла готовой к войне, но экономика далеко не главный фактор жизнеспособности государства. Социально-политические проблемы стали тем моментом, который не дал России сохранить непрерывный вектор исторического развития в эпоху великих потрясений. После открытия выставки состоялась презентация портала о потерях в Первой мировой войне. Его база данных основывается на материалах, львиная доля которых хранится не в Москве. Этот архив находился последние несколько десятилетий в Тюменской области. И Российское историческое общество специально одно из своих заседаний провело в Тобольске, чтобы обсудить начало этой работы, переводу на цифры картотеки потерь России в Первой мировой войне. Обнародование этих данных в публичном пространстве позволяет любому интересующемуся в течение короткого времени найти участника той войны по очень небольшому количеству вводной информации. Но объемы архивных материалов таковы, что создание полной базы данных портала потребует немалого времени. В списке раненых, пропавших в ездестве на полях сражений, составленных по войскам и частям, это почти 300 тысяч листов, 24 тысячи делами в Москве, и почти 10 миллионов карточек, вот только тот, кто заканчивается в мировой войне. А когда начинали проект Думы, вообще речь идет о шести, по-моему, шести с половиной, да, это вот все то, что делать в Москве. Вот эти документы и для вас создали основу того портала, который сегодня будет презентываться. Картотека портала позволяет не только узнать о том, по каким причинам, из-за травмы, ранения, болезни или из-за гибели участник Великой войны выбыл из строя. Она позволяет проследить весь его боевой путь и понять, что великие исторические события делаются руками самых простых людей. С созданием портала памяти героев Великой войны мы совместно с вами раздвигаем исторические рамки, которые нам позволят дать возможность прослеживать судьбы защитников Отечества, начиная с первой работы. Да, нами совместно проделана большая работа. Как говорится, мы на правильном пути, но только в ее начале. Наглядной презентацией эффективности работы портала стало вручение двух лазаретных карточек предкам героев той войны. Эти лаконичные документы позволяют потомкам героев вспомнить о своих славных предках. Дед родился в 1894 году и уже в 12-м году ему исполнилось 18 лет. Есть фотография 13-го года, он делал в Саратове рядовой, вот в шинели стоит такая памятная фотография. Сопричастность к прошлому, ощущение единого нерва, пронизывающего историю страны через жизнь молодого человека из 21 века и его прадеда, воевавшего 100 лет назад, главная цель этой работы. Это великое событие, это заставляет тебя все больше и больше изучать свой род и уважать и чтить своих предков. Историческая наука – это сфера знаний, базирующаяся на четких фактах. И именно они должны формировать в сознании любого гражданина память о прошлом его семьи, его народа и его государства. И, конечно, такие просветительские проекты, как вот этот новый портал, который сегодня открылся, они помогают, очень помогают нашим гражданам и нашим людям почувствовать свою сопричастность с нашей великой историей.